В сентябре 2018 года в Армении из США вернулся местный вор в законе Армин Казарян, БЗА, который долгое время пребывал на территории Америки, где оставил свой след в криминальной истории этой страны. Не без его участия американцы узнали, что такое современная русская мафия, и какие беспощадные методы она использует против своих жертв. Именно Армин Казарян был ближайшей связью деда Хасана в США, принимая на территории этой страны его людей, которые в дальнейшем и помогали БЗА строить свою преступную империю, которая к 2010 году совершила самую грандиозную аферу на рынке страховых выплат, а также прибрала под свой контроль ряд среднего и крупного бизнеса, которые основали на территории США соотечественники Казарина. По информации ФБР, вор в законе взаимел свои бригады в штатах Огайо, Джорджии и Нью-Мексико. Но наиболее активная деятельность велась в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Именно Лос-Анджелес стал основным пристанищем для Казарина, где он считался смотрящим от воров в законе, координируя в городе преступные группировки, состоящие из выходцев из СНГ. Это был действительно настоящий криминальный лидер, сумевший взять в свои руки организованную преступность в совершенно чужой стране, да еще и после того, как успела отметиться в России на Нью-Йорке тяжких преступлений, также возглавляя здесь организованную преступную группировку. Вор в законе Бзармен Казарян родился 26 апреля 1964 года в Ереване. Здесь и получил в 1989 году свой первый двухлетний тюремный срок за сопротивление сотрудникам милиции. В колонии Казарян приобрел связи среди воровских авторитетов, и выйдя на волю, молодой парень организовал в Армении ОПК, которая стала заниматься незаконным оборотом оружия, драгоценных камней и редкоземельных металлов, контрабандой наркотиков, а также похищением людей и вымогательствами. Совершая преступление, Армен Казарян часто контактировал с ворами в законе, которые в конечном итоге не могли и уже не замечать присутствия в Армении такой грозной фигуры как Армен. В 1991 году с подачи воров в законе Владимира Барсягова, Кирпич Тбилийский, и Артема Демурова, Артюша, Армен Казарян был коронован в Ростове-на-Дону, получив при коронации прозвище Бза, которое в дальнейшем будет ассоциироваться у американцев с русской мафией. Но прежде чем покинуть родину, Бза успел совершить здесь ряд громких преступлений. Например, силовики до сих пор уверены, что именно из подачи Казарина в 1993 году в Ростове были убиты воры в законе Лева Тбилиска и Аба, которые перешли дорогу Бза. Но доказать свою уверенность фактами они так и не смогли. За два года Бза настолько освоился в Ростове, что скоро этого города стало для него мало, и вор в законе вместе со своей бригадой двинулся в Москву, где бандиты совершили ряд разбойных нападений. Говорят, что оперативники вычислили преступное формирование его лидера, однако в их защиту выступили влиятельные лица, и дело замяли. Влиятельными лицами вполне могли быть родственники экс-президента Армении Сержа Сарксяна. Именно с его братом Александром Сарксяном Бза связывали дружеские отношения. В 1995 году Армин Казарян был на волосок от гибели. Он находился вместе с криминальным авторитетом Ишханом Саркисяном, обсуждая совместные дела, когда пуля снайпера сразила Саркисяна. Армин успел пригнуться, но дальнейшей стрельбы не последовало. Целью киллера был именно Саркисян, смотрящий по Лос-Анджелесу неизвестно, что именно повлияло на решение Бза уехать в Америку. С одной стороны на родине он имел мощных покровителей, которые входили в руководство страны, но несмотря на это, силовики все больше интересовались деятельностью вора. С другой стороны банда Казарина кинула на деньги несколько дагестанских опт, которые желали отомстить. В общем, заручившись поддержкой Аслана Усаяна, дед Хасан Бза получил вид на жительство в США и в 1998 году перебрался туда, купив недвижимость в Лос-Анджелесе. Не задал года отъезда, по словам источника, банда Бза похитила бизнесмена Копяна, получив за него выкуп. На новом месте у вора в законе появилась своя свита, в основном состоящая также из эмигрантов, связанных с криминальным миром. Бза стал заниматься вымогательством денег у бизнесменов, приехавших в Лос-Анджелес из Армении и России. Во многом помогли связи деду Хасана, у которого в США было много друзей. Вскоре Казаряне без участия того же Усаяна, стал смотрящим по русским и армянским группировкам, действовавшим на территории Лос-Анджелеса. В то же время, его банда расширила свою деятельность, организовав в Нью-Йорке и ряде штатов свои ячейки, участники которых также заставляли платить дань выходцев из СНГ. В дальнейшем часть денег шла в воровской общак в Россию, а на другую часть жили члены банды. В те времена Казарян безвылазно мог находиться в казино, проигрывая криминальные деньги. Кстати, обосновавшемуся в Нью-Йорке вору в законе рождену Шуэ не понравилось, когда рэкетиры бза стали ставить под свою крышу местных коммерсантов. Шуэ негодовал, что калифорнийский вор вторгся на его территорию. Рожден даже выехал в Лос-Анджелес на разборку с Казарином. Однако поговорив, законники смогли достичь консенсуса, избежав войны. Осенью 1999 года Армен Казарян наведался в Ереван, где местные оперативники задержат его с оружием в сопровождении вора в законе Армена Манукяна по кличке Сева. Однако вновь подключились неизвестные силы, и бза отпустили. По некоторым данным Свобода стоила вору 150 тысяч долларов. После такого приема на родине, вор в законе вернулся в Америку. Однако в это же время его след прослеживается в убийстве криминального авторитета Милканина, совершенное в Ереване неким с океаном по приказу Бза. Но это обстоятельство не мешало вору в законе хоть изредка, но наведываться в Ереван, Питер и Москву, где он встречался с другими ворами. Грандиозный афер Абза всегда был гораст на совершение каких-либо афер, отчего его искали дагестанские авторитеты. В Америке он увидел большое поле деятельности для организации крупного мошенничества. С помощью Деда Хасана было организовано многомиллионное охищение у программы Медичарии, федеральной программы добровольного медицинского страхования для населения старше 65 лет, в федеральном масштабе. Мошенники, работающие на Казрина, различными способами похищали идентификационные данные врачей, работавших на Медичарии, и ее застрахованных престарелых участников, а затем открывали эффективные клиники. Как правило сами клиники числились только на бумагах. Затем от имени подставных клиник с реальными врачами, данные которых были похищены, Медичарии выставляли с счета. Федеральная программа перечисляла мошенникам деньги, и те немедленно выводили и отмывали средства при помощи сообщников. Всего по данным американских спецслужб, банда Казарина организовала 11 фиктивных клиников в 25 штатах, от действий которых программа Медичарии потеряла около 163 миллионов долларов. Еще около 50 миллионов долларов потеряла социальная здравоохранительная программа для людей с ограниченными финансовыми возможностями Медичарии. По некоторым данным, часть похищенных средств уходила прямиком в общак клана Деда Хасана. Когда афера вскрылась, ФБР начало активные действия в отношении мошенников. Было арестовано очень много людей, как иммигрантов, так и коренных американцев, которые привлекались к организации мошеннической схемы. Всего было задержано около 300 человек. Тогда и всплыло имя Казарина и его главного помощника Роберта Терджанина, которых спецслужбы знали лишь как ракетиров и организаторов различной контрабанды. Теперь у американских властей представился шанс посадить на долгие годы вора в законе. Однако этого не произошло. Казарина арестовали, и чтобы не получить пожизненное заключение, Беза пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным лишь в эпизодах с ракетом. В результате в феврале 2013 года Казарян был приговорен Федеральным судом Нью-Йоркского Южного округа к 37 месяцам ареста, штрафу в размере 60 тысяч долларов и конфискации имущества, включая дом стоимостью 600 тысяч долларов в Калифорнии. Так как суд зачал вору в законе время, проведенное под арестом, то вскоре он вышел на свободу. Армения подавала запрос на экстрадицию имбза, но выяснилось, что грин-карту Казарян получил как беженец из Азербайджана и в Армению выслан быть не может. Беза покинул Америку несмотря на свои похождения в Армении. В 2015 году Казарян приехал в Ереван на большую воровскую сходку, как раз после убийства здесь его племянника. Местные силовики уже смотрели на него сквозь пальцы, так как каждая попытка обвинить вора в законе в каком-либо преступлении вызывала давление сверху, и все потраченные силы были напрасными. В 2016 году СМИ облетела новость, что Армин Казарян был вновь арестован сотрудниками ФБР, когда неожиданно для всех, прибыл обратно в США. Правда это или очередной информационный вброс, пока не ясно, так как вскоре Казаряна видели уже в России. По некоторым данным, в США он наведывался, чтобы решить какую-то возникшую проблему с крупнейшей армянской этнической бандой США, армянян Пуир, к деятельности которой Казарян также причастен. В 2018 году новые власти Армении начали тотальную борьбу с организованной преступностью. Некоторые влиятельные воры покинули страну, но безвидимо потянуло на родину, так как 20 сентября 2018 года Армян Казарян прибыл в Армению из Соединенных Штатов Америки, где его влияние после судебного дела 2013 года стало ослабевать. В Ереванском аэропорту Звартнецбзе встречала целая делегация, как выяснилось в дальнейшем, родственники вора в законе. Продолжение следует...